Добрый вечер! Добрый вечер! Как-то вам в радость надо мной смеяться, но я честно вам скажу, я не обижаюсь, потому что я их понимаю, действительно, иногда такие претензии конкретные предъявляют, мол, скажите, пожалуйста, зачем вы себя так часто показываете по телевидению? Нормально поставленный вопрос, причем тут я вообще, как будто я сам себя показываю по телевидению. Хотя, я знаю, почему я не обижаюсь? Первое, потому что я знаю древнюю мудрость, я сегодня буду обращаться к древним мудростям часто, нашим, нашим, не буддийским, не гималайским, а именно мудростям наших предков. Так вот, она такая, если тебя назвали дураком и ты обиделся, значит, ты дурак. Значит, тот, кто тебя обзывал, имел на это полное право. Я не обижаюсь, но мне другое непонятно. Вот если я кому-то надоел, скажите, есть гениальное изобретение человечества, выключатель. Ты чего, меня выключить не можешь? Переключить на другую программу? Или ты мазохист такой? Вот так вот, вот ты мне надоел, а я тебя смотреть буду. Вот в этом отношении наш народ уникальный. Он до 4 утра смотрит Огонек, потом говорит, это смотреть невозможно. В 4 утра осенило, наконец. А зачастую, к сожалению, юмор некачественный по телевидению. Я понимаю, почему. Чувство юмора, это не на конвейере должно стоять. Шутки не на конвейере должны делаться. И когда, конечно, он опускается ниже пояса, темы нижнепоясные сегодня в большинстве всех этих бла-бла-шоу. Когда мои коллеги моего возраста острят на эти темы, я их понимаю, потому что у кого что болит, тот о том и говорит. Они уже состарились, нижняя половина туловища не работает. Хотя бы поговорить об этом деле. Но когда молодежь на это переходит, мне жалко. Например, Камеди Клаб. Ребята потрясающие. Они такие остроумные. Но, знаете, я их когда смотрел поначалу внимательно, они мне очень нравились. Потом я стал реже смотреть. А сейчас... Кто там со мной разговаривает все время? Я мешаю ему? Нет? Если я ему мешаю, то... Секьюрити, вы где вообще? Или я сегодня без секьюрити? Охрана, надо вывести человека. Он будет мешать. У нас съемка, друзья мои. Извините. Если бы не съемка, я бы его сейчас усыпил быстро. Поэтому, кто не со своим пришел, отодвиньтесь сейчас. Вот, видите, а я думал, чем бы развлечь в начале вас всех? Скажите, чего вы пришли к нам? В таком состоянии? Вы же в лоскуты вообще. Или вы вообще такой? Это туловище. Это не человек. Это тело. Врач есть? Бедняга. Мне его в какой-то степени жалко. Он хотел прийти посмеяться, а я ему мешаю. Продолжаем. Я забыл, на чем я остановился. А интересно, если это записали вообще. Это интересная картинка будет. О, это будет суперпередача. Ладно. Чего я вообще говорил, а? А я не помню. Я говорил про Камеди Клаб, да. И, знаете, действительно, струнные ребята. И так обидно, когда они даже не пошлят. Это даже то, что они говорят, часто не пошлость. Это физиология. Я иногда нахожусь один в комнате, включая телевизор, и вот так Камеди Клаб 30 секунд, и я краснею. Хотя я не лицемер, и не ханжа. А у моей дочери 17 лет. Она любит смотреть Камеди Клаб. Она... Дом-2 она не смотрит. Она выше развитием, чем Дом-2. Я вас благодарю за это одобрение. Мы как на митинге, мол, мои тоже не смотрят Дом-2. Но Камеди Клаб, она смотрит, потому что действительно ребята энергичные, остроумные. Но когда я к ней захожу в комнату, она смотрит Камеди Клаб, она говорит, она кричит, папа, сюда нельзя! То есть она блюдет мою нравственность в этом отношении. Она не хочет, чтобы я испортился, когда смотрю Камеди Клаб. Но хорошо. Другое дело, что... Все равно, вот это было для меня... Сначала мне это было непонятным. Как люди при таком количестве шоу, реалити-шоу, юмористических программ, все равно собираются полные залы на концерты. И недавно я сообразил, почему. Я вспомнил еще одну нашу мудрость, народную мудрость. Я ею пользуюсь. Вот попробуйте запомнить ее, она вам поможет. Если, конечно, вы к ней прилипнете, к этой пословице. Каждая, любая проблема может стать началом пути к успеху, если к проблеме отнестись с юмором. По-другому, позже, она сформулировалась по-другому, эта мудрость. Вот, почему в России такое количество анекдотов? Многие задают этот вопрос. В ни одной стране мира нет такого количества анекдотов. Отвечаю. Когда смешно, тогда не страшно. Если бы у нас не было так смешно, было бы очень страшно. Вообще, вообще, я вам скажу, что вот в древности было заклятие юмором. То есть, код снимали, гипноз снимали юмором. Я думаю, есть в этом смысл. Почему мы так любим хорошую, остроумную шутку? Потому что долго смеяться, согнувшись, человек не может. И я думаю, что когда человек смеется, он раба из себя выдавливает. В юности я считал, что хама надо перехамить обязательно. И, кстати, мне это удавалось, я вам должен сказать. Да, а потом я заметил, что вот нахамишь кому-то, вроде должно настроение улучшиться. Нет, ухудшается настроение. И однажды мне очень нагрубила официантка. Такая совдеповская тетка. Было это очень давно, наверное, в 60-х годах где-то. И я думаю, не буду я ей грубить. А как? Может, отшутиться, подумал я. И такая фраза пришла на ум замечательная. Я вам сейчас ее скажу, попробуйте ее использовать. Увидите эффект. Я ей говорю, официантка, которая меня нагрубила, а вы знаете, вы не настолько красивы, чтобы так хамить. И она зависла. Она, во-первых, не поймет, что я ей сказал. Комплимент или нет. Потому что слово красивое вроде есть. Но вроде как не в фокусе это все находится. И примерно месяца три назад я был на гастролях в Киеве. Опять такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. И главное, знаете, обидно. Они же не смотрят сейчас на Украине российские программы. Они в НАТО вступают. Им нельзя смотреть российские программы. Это нехорошо. Они окей там говорят. Они готовятся к вступлению. И она говорит окей, но очень грубо мне. И, знаете, обидно и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю. И так. И вот. И профиль показал. Он у меня запоминающийся на флюгер, похож. Вот так вот. Не узнает и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все. Нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Запоминайте, поможет. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ее спрашиваю, скажите. А вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня. Говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом. Не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит. У нее глаза улыбаться начали. Она, она, ну то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал. Потому что ответ был такой. Пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Но я сделал вывод. Вот за что я себя люблю, за то, что я из всего делаю выводы. Я сделал для себя вывод. Как жить радостнее? Вот с утра даю вам совет. Мы же русские люди все. Русские, я считаю, это интернациональная идея. Потому что я русский мечтаю всех, кто думает на русском языке. Русский это не национальность. Это ментальность. И я... Нет слова «мент» только. И вот утром подходите к зеркалу, настроение плохое. Я понимаю. Потому что, ну, отек всего организма. Это... Да, да, ха-ха. Ну, да. Смеются те, кто... Отеки у всех. Просто не все знают, что у них отеки. Смеются те, кто знают, что у них отеки. А передние ряды не знают, что у них отеки. Они зажиточные. И вот подходите, смотрите в зеркало, настроение ухудшается сразу. Потому что утро в китайской деревне. И во рту курятник. Ну, собственно, чего мне вам рассказывать. Мы русские люди. Мы все все знаем. А еще на работу идти. Боже мой. Вот с этим вот лицом. Вот с этим. Хрюкните себе в зеркало. О, вот так вот. Только не надо с умным видом это делать. Вот не надо из себя крутого строить. А, рожу поглупее. О, вот так вот. Вот настроение до 12 будет хорошее. К 12 вам испортят это настроение уже. Надо два раза хрюкнуть. Только учите, не надо у себя в отделе хрюкать. Да ух. Пойдите в туалет, там найдите отдельное. Местечко. В 4 часа 3 раза уже хрюкнуть надо будет. Короче, за день, если нахрюкаете, спать будете. Это супер. Когда смешно, друзья мои, тогда не страшно. Один раз я видел только. Знаете, почему я не могу голливудские фильмы смотреть? А мне смешно. Они меня пугают, а мне смешно. Когда они этих монстров показывают. Вот с паутиной в ушах, с соплей. И с пяток лью. Я хохотать начинаю. Я один раз в жизни видел, когда было смешно и страшно. В советское время были замечательные постановки в театрах. Режиссеры не старались ставить вот это груз 200, сволочи. Вот это все. Не было этого. И вот один режиссер совершенно с бешеной фантазией поставил Гоголя Вий. Значит, здесь молодежи много. Я объясняю. Вий это произведение Гоголя. И Гоголь это писатель. Это не десерт, нет. А он из цирковых режиссер был. И гроб паночки летал над залом. Вот так вот. Ой, все так хохотали, потому что руки паночки тянутся. Там вот кого-то за нос хватит. А у него в студии театральной было 200 детишечек. Зал небольшой на 500 мест, на 500 зрителей. А под залом, как это обычно бывает, огромное объемное подвальное помещение. И вот он посадил в это подвальное помещение 500 детишечек своих. С подготовительной группы прорезал под каждым стульчиком дырочку. И когда зальчик ухохатывался, его детишечки всех зрителей схватили за ножички. Паузочка наступила такая кромешненькая, что несколько человечек вынесли из зальчика. Спектакль закрыли, поскольку театр принадлежал ЦК ВЛГЗМ. А один из тех, кого вынесли, был членом ЦК ВЛГЗМ. Я думаю, юмористические вечера и помогают людям. Потому что когда смешно, тогда не страшно. А чтобы такой вечер прошел у нас с вами хорошо, во взаимопонимании я провожу разминку. Разминка. Ну, потому что если марафон проводить без разминки, можно получить травму. Ну, фразы короткие. Здесь еще раз повторяю, много молодежи. Молодежь воспитана клиповым юмором. Долго об одном думать не может. Щадящий режим пошел. Фразы короткие, но сложноватые. Мне хочется, чтобы люди сначала начали думать, а потом смеяться. Хотя я понимаю, что я не прав. Многие приходят на задор, но поржать. Значит, кто ничего не поймет, в конце расскажу такое, чтобы поржать. Знаете ли вы? Знаете ли вы? Такая не очень сложная фраза, что утро, утро, это такая часть суток, когда завидуешь безработным. Не, ничего, задние ряды реагируют, потому что они на работу ходят. Они, понятно? Это вас не касается сейчас. То есть, вы так задумались, о чем речь идет. Это зажиточные вообще не знают, что это такое. Так, тогда посложнее фраза. А знаете вы, что итоги переписи населения в России показали, что у нас женщины в среднем на 10 лет младше мужчин того же возраста? Хорошо. А знаете вы, что неграмотные родители, неграмотные родители не кладут детям подарки под елку, а ложат. А знаете вы, что по результатам социологического опроса, 10% жителей Великобритании любят устраивать пьяные дебоши. Кстати, столько же процентов жителей Великобритании составляют русские гастарбайтеры. Так, посложнее фраза. Та была попроще, это посложнее. Знаете вы, что общего... Сейчас, если... Москвичи, не обижайтесь, если есть москвичи в зале. Значит... Знаете вы, что общего между россиянами и москвичами? И те, и другие ненавидят коренных москвичей. Кстати, знаете вы, что у нас в Москве появился новый Орбит со вкусом шаурмы? А знаете вы, что канализация не просто впадает в Москву реку, она делает ее чище? А знаете вы, что во многих провинциальных городах России аэропорты в таком состоянии, что бумажные пакеты пассажирам выдают при входе в аэропорт? Такая идет все немножко из серии страшилок. У нас же теперь Хэллоуин, мне так нравится. По всем деревням Хэллоуин. Чего вам праздновать? Вы посмотрите вокруг себя, у вас сплошной Хэллоуин с утра до вечера. Так нет, на праздник Хэллоуин мужики в Бибереве... В Бибереве это святой праздник. Специально не пьют водку и спят со страшненькими. Ну у нас же все по-русски будет сделано. А знаете вы, что только наши российские бомжи, потирая руки на морозе, могут приговаривать, сейчас бы пивка холодненький. А вот теперь размышлизом подлиннее, посерьезней. Ну все знают, что в России две беды. Дороги и дураки. В Грузии тоже две беды. Саакашвили и Саакашвили на второй срок. В Америке тоже две беды. Буш и Саакашвили на второй срок. Вот. В Ираке тоже две беды. Дураки и американцы. То есть у них одна беда. Вот. В Монголии нет беды. Там вообще ничего нет. Но у нас в Москве дураки и дороги давно перестали быть просто бедой. Теперь это визитная карточка нашего города. Кстати, продолжая тему Москвы. Из-за того, что в скором времени дорожные пробки сделают жизнь столицы окончательно невыносимой, москвичи ринутся на заработки в другие города. Их будут называть московбайтеры. Будут заставлять работать на самых черных работах, при этом приговаривать, понаехали тут. Знаете вы, что есть вопросы, на которые невозможно найти ответа ни одному умному человеку. Например. Ну вот скажите, почему... Вот на этот вопрос нельзя ответить. Почему никто из ясновидящих никогда не выиграл в лотереи? А почему разница между Москвой и Владивостоком 7 часов, а между Москвой и Подмосковьем лет 50? А почему лимонный сок делают из концентрата, а средства для мытья посуды из лимона? Почему по телевидению нет рекламы еды для котов со вкусом мышей? Почему в армию берут по здоровью, а спрашивают, как с умной? И вообще, есть ли более бессмысленная в России вещь? Бессмысленная в России вещь вообще есть более, чем реклама водки? И еще из той же серии. Вот, честное слово, мужики, это к вам обращаюсь в первую очередь. Женщины не совсем в теме этой. Но почему, когда я играл во дворе в футбол и не забивал из десяти мячей девять, мне говорили, что я не умею играть. А когда наши нападающие в сборной не забивают из десяти девять, говорят, им не повезло. Мяч в ворота у них не идет. Вот такой вот мяч попался негодяй. Вот не идет в ворота, и все. Кстати, в азиатском футболе, чтобы вы знали, новое правило. Теперь китайским футболистам вместо желтой карточки показывают зеркальце. А у нас в России, чтобы вы знали, а у нас в России, как стало известно, одна из футбольных команд заплатила судье столько, что он вышел на поле в форме этой команды. Теперь переходим к приметам. Я человек несуеверный, честно, признаюсь. Я не верю вот в это плюнуть через левое плечо, особенно если там идет еще кто-то сзади. Ни за что этим заниматься не буду. Потому что я знаю одну примету. Плюнешь через левое плечо, сзади шел, когда в морду получишь 100%. Три раза плюнешь, три раза в морду получишь. Поэтому я придумываю свои приметы. И мои приметы сбываются стопудово. Ну, согласитесь, вот это точно ведь примета. Если вам навстречу идет женщина с двумя ведрами и скоромыслом, значит вы в деревне. А если вы вышли из комнаты, выключили в комнате свет, закрыли дверь на ключ, а в комнате раздался крик, значит в комнате кто-то был. Это для молодежи. Для молодежи. Они так хихикают там сзади. Вот молодежь, для вас. Здесь мое поколение не все в теме. Если с вами вдруг заговорила компьютерная мышка, значит вас посетила белочка. Ого, ничего себе такая реакция. Неужели весь зал знает, что такое белочка? Хорошо. Тогда примета уже для всех. Если вам дорогу перелетела черная мошка, у вас отличное зрение. А теперь примета для старшего поколения. Если у вас пожелтели зубы, не пугайтесь, у вас во рту осень. Главное не доводить до зимы, когда все начнет опадать. Когда ледяные торосы вместо зубов торчать будут. А если в космос запустить одного придурка, на Земле будет одним придурком меньше. Время меняется. Пословицы многие считают устарели. Нужно их осовременивать. Ну, к примеру. Что у нас на полях посеешь, то уже не найдешь. Или опять для молодежи. Ни в сказке сказать, ни клавиатурой на щелкнуть. Молодежь, сейчас не обижайтесь, но, по-моему, это точняк для вас. Флешка есть, ума не надо. Вот и взрослые реагируют люди, понимают, о чем речь идет. А сейчас для людей моего поколения, нет, не моего поколения, между молодежью и моим поколением, в любовном треугольнике всегда один угол тупой. Мне нравится, что обычно женщины реагируют больше. Почему-то женщины милые, вам кажется, что только мужик в тупом углу находится. Это ошибка, уверяю вас. Вот опять для молодежи. Когда молодежь слышит вот эту пословицу, как я считаю, очень современную, она сразу, молодежь, представляет своих родителей. Кто рано встает, тот всех достает. Но их родители вот достали, потому что молодежь же ночную жизнь ведет, они с тобой утром вообще проснуться не могут. А это для старшего поколения. Что упало, то бухало. Вот так вот. А это мудрость современная, я считаю. Для настоящего мужчины главное не наступить на грабли. Нет! Главное для настоящего мужчины не наступить на детские грабли. Чтобы не было обидно мужчинам, тут же надо что-нибудь про женщин сказать. Только русские женщины способны сфантазировать такую фразу. Если ты со мной не переспишь, я расскажу твоей жене, что ты со мной переспал. Опять как-то женщины отреагировали, они как совет восприняли это, а не как шутки. Хорошо, нормально проходит разминка, а теперь дурь пойдет. Вот эта фраза, даже читать стыдно, смысла никакого, предупреждаю. Знаете вы, что выстрел ракетной системы Тополь называется тополиный бух? А знаете вы, что будильник боксера-тяжеловеса не живет дольше одного утра? Слушайте, действительно тонкий зал, хороший сегодня. А знаете вы, что сказка Колобок неправдоподобна? Полдня кусок хлеба по грязным пыльным тропинкам. Кто его после этого в рот возьмет? Вот, а сейчас сложная фраза, очень. Если я не говорю, что сложно, вообще никто не реагирует, никто. А так хоть кто-то, ай, че, я дурак, мол, предупредили. А знаете вы, что про возглашение независимости Косово больше всего обрадовались в мире производители глобусов? А знаете вы, что президентские выборы в России напоминают просмотр фильма Ирония судьбы или с легким паром? Концовка известна, но традиция есть. Европейские страны поставили российскому аэрофлоту жесткие условия. Его рейсы будут отменены, если пролетая над Европой самолета не снизит уровень шума. Ургостеров флота долго думали и приняли чрезвычайное решение для снижения уровня шума запретить в самолетах русским пассажирам продавать воду. Вот знаете, вы смеетесь, а я вспоминаю, как я летел в самолете в новогоднюю ночь с 92 на 93 год. В эту ночь я ввел голубой новогодний огонек, и потом мне надо было срочно попасть в Ригу. Ну, самолет почти был полон. Я загрузил в этот самолет несколько ящиков водки тогда, помню. Как же мы напились, если бы вы знали. Знаете, страшно признаваться, но мы начали раскачивать самолет. Это только русские могли этим заниматься. Мы перебегали с борта на борт, представляете? Причем самое противное, что я этим занимался тоже. Знаете ли вы, что недавно умерший водитель маршрутки восстал из мертвых, после того, как работник морга слишком громко хлопнул дверью? А знаете вы, чтобы водители не нарушали и соблюдали в России сплошную полосу, ее надо делать высотой в метр. А знаете вы, что только у нас на заводе могли написать памятку, если болт не накручивается на гайку, это шуруп. А знаете вы, что самая глухая девушка в России, это Снегу-рачка. А знаете вы, что при испытании последних марок автомобилей на каюк Теск, самым опасным признан автомобиль АК. Когда сажали манекен в машину, ему сломали обе ноги. Кстати, производители автомобиля АК провергли слух о том, что во время аварии их машины прячутся в своего хозяина. Вот такой мой тезис по жизни. Есть три проявления Бога на земле. Природа, любовь и чувство юмора. Ну природа, понятно, помогает нам жить. Любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить. Я считаю, что высшее чувство юмора, это когда человек сам над собой может посмеяться. Вот я и попытался достичь этого градуса чувства юмора, написал пародию на себя. Конечно, это надо было бы читать пародисту, который умеет меня изображать, но я уж прочитаю сам, что вообще будет оригинально. Пришло время сказать правду. Все в мире произошло от русских. Это на себя породи. И голос похож, заметили? К примеру, откуда взялись древние греки? Неудавшиеся ведь наших предков. Даже само слово греки от нашего, а грехи. Где доказательства? В истории все меняется, да? Согласны? Но кроме традиций и привычек, смотрите, во-первых, любой тяжелый труд у греков считался позорным. Уже намек в этом есть. Второе. Любимым занятием у греков было собираться на симпозиум. А в переводе с греческого симпозиум означает попойка. И кто они после этого были? В Древней Греции даже шутили три грека, это уже симпозиум. Нормально? У них даже большой город самый... Греки уже тогда любили потроя собираться. Да, самый большой город. Как назывался в Греции? Троя. Вот там все на троих было. Все от нас произошло. Троянский конь наш. Да, с виду вроде деревянный, а тронешь столько неожиданностей. Да все от наших произошли. Вот римляне. Римляне. Кто жил на Пиренейском сапожке до римлян? Прочитайте в энциклопедии. Там написано «Загадочный народ». Загадочный. А назывались как? Слушайтесь, это русские. Это русские. Вот вам и вся загадка. Читаем дальше. В энциклопедии столица Римской империи была богата за счет того, что все остальные города жили бедно. Вам это ничего не напоминает? Я вам энциклопедию зачитываю. Когда денег в казне римской не хватало, сажали в тюрьму кого-то из олигархов. Ну, точняк наши. А в Сенате, даже страшно озвучивать, в римском Сенате, из энциклопедии, сенаторы часто дрались. Один был настолько дрочливым, это там написано. У него была кликуха бешеный. Однажды до того взвинтился, что всех палил сенаторов нектаром. Ну, минералки не было в то время, он нектаром. И кто он после этого? Голландец, что ли? Нет, в энциклопедии прямо написано в истории Рима. Он был сыном этруски и неизвестного юриста. Так, кого еще возьмем? Францию. Францию. Пожалуйста. У них до сих пор половина слов наших. Парашют, портмоне, абажур, шифонер. Аэропорт, лапша да ширак. С чего Париж начинался? Помните по истории? С елисейских полей. Вы вслушаетесь. Елисейские поля. Кто на полях всегда елисеял? Да если судить по языку, вообще все отпочковались от наших предков, у испанцев. Вообще все слова наши. Курва, падла. Народ басков в Испании. Наши. До сих пор их певец у нас поет. А это испанская якобы традиция задирать быка, потом от него убегать. Вы сходите на танцплощадку, на дискотеку в Люберцах. А, попробуйте задрать быка какого-нибудь бритоголового. Такая корида начнется. Кстати, вообще все национальные герои, если глубже копнуть, все были русскими. Вот этот шведский любимец Карлсон. Да только русский мужик в расцвете лет, имея образование инженера-конструктора, может нигде не работать, жить за счет детей. Изобретение тоже наше. Инквизиция. Инквизиция – это естественное продолжение русской народной медицины. Банки, горчичники, русская баня. 140 градусов, веничек с добавкой верблюжьей колючечки, чтобы пробрала. Недаром до сих пор иностранцы, как нашу русскую баню называют, Russian Crematorium. Дильятину наши изобрели, лень была топором махать. А Пизанскую башню в средние века без фундамента кто мог сразу построить? Только молдаване. Но их тогда не было. И великие, и гении все в истории тоже были русскими. Ньютон. Только нашего надо ударить по голове, чтобы ему мысль наконец в голову пришла. Агомер, слепой, о какие книжки написал. Только наш может так красочно описывать то, что никогда не видел. Художник этот, Сальвадор Дали. Да его гениальные шедевры – это обычное видение русского алкоголика. Леонардо да Винчи – наш Леня Винтиков. А этот Колумб, да он русским был. Ну согласитесь, только русский мог поплыть в Индию. Поплыл в Индию, открыл Америку. И еще его именем не назвали то, что он открыл. Таким лохом только русский мог быть в истории. Даже герой древних мифов наши, Ной из Семирного потопа, в натуре наш дед Мазай. Эти кентавры знаменитые греческие, полузвери, полулюди, на дорогах всех грабили. Сами поняли. Наши гаишники древние. Только мы их называли не кентавры, а ментавры. А этот главный их герой – Тисей. Помните легенду о Минотавре? На Крите в лабиринте жило чудовище. Звали его Минотавра. Ему каждый год скармливали 12 юношей, 12 девушек. Тисей был наш, не из робких. Сразу сказал, я его забочу. Сказал, он все. Заказ принял. Бабки взял. Вошел в лабиринт с Нашинской русской смекалкой. Постоял у входа. Когда за ним дверь закрыли. Потом постучал, говорит, все, забочил, открывайте. Его выпустили. Поверили, жрать чудовище больше не давали, оно и сдохло. Кто до этого мог додуматься? Только наш мужик. Даже азиат, даже, даже азиатские народы от нас произошли. Ту же, вот эту китайскую стену великую, кто строил? Китайцы? Да наши строили. Как звали этих рабочих, которые строили стену китайскую? Кули. Это от нашего выражения. Кули ты все время работаешь. Короче, сегодня есть доказательство, что первыми на земле были русские. Вон в Африке недавно откопали первого человека. Слышали? Ему 800 тысяч лет. А вы видели, как он выглядит? На шее цепь. Пальцем в раскоряку, зубы веером. Рядом его на баба вся в цацках. Вокруг них битая посуда. Даже по черепу видно, что он наш был. Потому что, когда его кокнули, он улыбался. Когда обезьяна стала человеком, когда трудиться начала. Нет, чепуха. Не труд сделал из обезьян человека, а чувство юмора. Да, она взяла в руку палку. Но когда посмотрел на себя со стороны с этой палкой, улыбнулась. А когда еще этой палкой огрела соседа по голове, просто расхохоталась. А значит, она произошла от нашего человека. Потому что только нашему хорошо, когда другому плохо. А значит, все в мире произошли от нас. Так, это был длинный рассказ. Теперь снова короткая. Такая перебивочка, такая клип-паузочка. Современные народные сказочки. Ну, действительно, жалуются многие родители, что молодежь не читает народные сказки. Ну, наверное, адаптировать действительно надо согласно сегодняшним условиям. Со слезами на глазах баба Яга зарубила гусей лебедей, подожгла избушку на курьих ножках. В тридевятом царстве началась эпидемия птичьего гриппа. Всякий раз, когда у Буратино спрашивали, сколько ему лет, он отпиливал себе нос и считал кольца. Когда убила Снежки, не ладились дела на кухне, она всегда говорила, ничего, первый блин гномам. Вот тебе, Иванушка, волшебная пила дружба. И помни, когда ты спишь 12 гектаров леса, о, ты должен успеть к вечерней перекличке. Вы прослушали сказку «Зонушка». Чтобы избавиться от комплекса неполноценности, мальчик-спальчик любил унижать мужичка с ноготка. Как разбил Иван-Царевич яйцо, так още и бессмертный помер от смеха. Видя, что вытворяют с Иваном-Царевичем за разбитое яйцо ребята из МТС. Да скакал Илья Муромец до камня, а на камне написано «Вы находитесь в почках у змея Горыныча». Жили-были дед да внучка, пока соседи в милицию не донесли. Три дня и три ночи скакал Иван-Царевич, выпив 10 баночек Рэдбула. Ну и такая напоследок хулиганство. Отец спрашивает у дочерей. Ну, дочери мои, что привезти вам из краев заморских? Мне зеркальце, а мне гребешок, а мне квазифантазный дрендулятор гидрошванделя. О, Настенька, да ты еще от аленького цветочка не отошла. Теперь рекламная пауза. Реклама уже как-то совсем достала всех. Дошла до ручки скоро. На телевидении будут выходить анонсы не только фильмов, но и рекламных роликов, говорят. На лестничной клетке пьяный мужик ритмично барабанит в дверь горлани непристойную песню. Голос за кадром. «Выйди замуж с алкоголикой, ты получишь эту мелодию на свой дверной звонок». Уже с 14 лет я начал пить, курить и морально разлагаться. Но потом я попал в церковь свидетелей Иеговы и понял, что лучше бы я пил, курил и морально разлагался. Пластическая хирургия не стоит на месте. Седина в бороду без фребро, липоксация бровей. Моя мама постирала джинсы брата дорогим порошком, и мой брат попал на 20 тысяч долларов. Сложно, да, они не первоассоциативно. Они не курят, они не пьют, они не употребляют наркотики, они не ругаются матом. Они животные. Ахмед купил российское гражданство за 300 тысяч рублей. Чингиз купил российское гражданство за 15 тысяч рублей. Осенью обоих забрали в армию. А если нет разницы, Зачем платить больше? Ну и такая последняя реклама. Мужик кикает на экране. Женя говорит, нас. Кто-то вспоминает. Она. Это Тефаль думает о нас. Еще одна проблема, которую надо, конечно, решать только, относясь к ней с чувством юмора. Для начала загадка. У матери было два сына. Один из них любил копаться в песочнице, другой в грязи. Вопрос. Кто из них стал журналистом? Вот, понятно. Даже не требуется ответ. Я вообще должен вам сказать, что вот мои отношения с журналистами испортились в начале 90-х годов. В одной из газет написали, а я в то время руководил фонда помощи русскоязычным людям в странах Балтии. И вдруг появляется такая заметка, в которой написано, что Ельцин лично на день рождения Задорнова подарил палаты князей долгоруких. Значит, теперь считаем ошибки в этой фразе. Во-первых, не мне, а фонду. Во-вторых, не в личное пользование, а в аренду. В-третьих, не на день рождения, а в день открытия фонда. В-четвертых, не Долгоругих и Троекуровых. Я тогда здорово разозлился, а я знаком с Никитой Сергеевичем Михалковым. Такое знакомство, которым я горжусь. И когда я ему об этом рассказал, он говорит, не отвечай, старичок. Ты все-таки, вот, Никита Сергеевич, замечательную фразу, такую метафору мне привел хорошую. Он говорит, да не отвечай ты им никогда, не судись, не делай ничего. И дальше, вот что он мне сказал, на всю жизнь как код мне поставил. Он говорит, ведь на тебя, старичок, если лает собака, ты же на четвереньки не становишься, не лаешь в ответ ей. И я с тех пор никогда не отвечал журналистам. Хотя, что они про меня писали? Боже мой, они недавно в одной газете, недавно, в конце 90-х годов написали, что мы с Измайловым были на нудистском пляже в Казахстане. Если бы я пошел на нудистский пляж, то не в Казахстане, я вас уверяю. Причем я вообще в жизни не был на нудистском пляже никогда. По одной простой причине, я стесняюсь. Все. На Дальнем Востоке одна из журналисток стала меня спрашивать о Никите Сергеевича Михалкове, знаю, что мы с ним знакомы. А я говорю ей, искренне очень говорю, пылко, что если бы не такие люди, как Михалков, Евтушенко, Хворостовский, я еще каких-то называю людей там, скажем, Башмет, Спиваков, Россию бы вообще знали по Жириновскому, Ходорковскому и проституткам, которые разлетелись по всему миру. И когда я ей все это говорил, журналистке, о Михалкове, почему я так ценю его фильмы, да потому что они трогательные, они затрагивают меня. Она мне говорит, это все неинтересно, людям это неинтересно, им это читать не нужно. Вы что-нибудь такое расскажите, чтобы привлечь внимание. Я бы разозлился, если бы это было в молодости. А сейчас, я думаю, надо же приколоться, надо же с юмором как-то ответить. И я ей говорю, хорошо, я вам расскажу то, о чем я не рассказывал никому. Михалков недавно мне продал участок на Луне. Это вы засмеялись, она нет, она так, у нее же глаза расширятся стали, она поняла, я что-то интересное рассказываю. Она спрашивает, да, ой, а почему вы у него купили, почему не у кого-то другого? Ведь сейчас многие фирмы торгуют лунными участками. Она всерьез мне задает этот вопрос. Вообще, это разговор блондинки с Чукчей начинается у нас. А я продолжаю гнать, раз начал. Я говорю, понимаете, Михалков все-таки, он как величина, у него потрясающе, у него эксклюзивные участки. Во-первых, в очень хорошем районе, значит, там кольцевые хорошие на Луне, но это ничего не знает, она из молодого поколения, она не понимает это. Я говорю, там секьюрити, общая ограда будет, и там подземная стоянка, супермаркет будет строиться. Она говорит, а кто-то из соседей еще есть, из известных? Я говорю, представляете, разговор, ну, точняк Чукчей с блондинкой. И я говорю, из соседей, у меня в забор в забор со Спилбергом участок. Она продолжает интересоваться, она никак не может понять, что я гоню. И, наконец-то, она задает мне вопрос, а большой ли участок? Вот. Я говорю, да нет, три метра квадратных. Она говорит, а почему такой маленький? Я говорю, да, чтобы похоронить хватило, и все. Вот это все появилось в газете, вы можете себе представить? А название статьи готовы? Михалков решил похоронить Задорного на Луне. Я бесконечно могу рассказывать о журналистах. Друзья мои, зачем такой гениальный артист, как Саша Абдулов, с ними связался? Не надо с ними судиться, не надо становиться на четвереньки. Я, когда Ещенко Слава, известный наш сатирик и артист, он попал в аварию под Сочи. Его машину на крутом повороте занесло и над пропасть, выкинуло над пропастью. Но дерево было, и совершенно какой-то волшебный случай. Машина зависла на дереве. Ничего с ним не случилось, но шок, конечно. И когда наутро его выписали из больницы, он приехал домой, журналисты его обступили, что-то интересное узнать. И одна из журналисток задала ему вопрос. А с кем вы любите вот разговаривать, обсуждать какие-то темы? И он говорит, я люблю, например, Задорного обсуждать индийские веды. Ну, он хотел поумнеть, что-то сказать. А мы действительно, он очень умный человек, и очень хорошо знает мифы народов мира, и нам с ним очень интересно разговаривать об истории. Вот. А журналистка не обратила внимания на слово веды. Она спросила, а когда последний раз разговаривали с Задорным? Он взял и сказал правду. Два часа до аварии. За два часа до аварии. То есть, зачем он это и сказал? Статья в газете. После разговора с Задорным... ...машина Ещенко улетела в пропасть. Нормально? Перепечатывали на Дальнем Востоке, написали, Задорнов чуть не убил Ещенко. Потом перепечатывали на Камчатке, Задорнов заказал Ещенко. Ну, слава богу, с вопросом поставили, без утверждения, чтобы на них в суд не подали. А недавно произошел случай, который окончательно утвердил меня в том, что об этом надо писать. Газета, которую мы уважаем, не желтопресочная, вполне такая трудовая газета под названием «Труд». И вот пришла журналистка, хорошая журналистка, задавала хорошие вопросы, правда. И заодно спросила, почему вы уехали жить на Алтай? Ну, я не уехал жить на Алтай, я просто там купил избушку, чтобы пожить в тиши. И избушка такая небольшая, как у Шукшина, две комнаты, кедровая, на лисеничной основе. Она говорит, как здорово, я вам так завидую. А там какой-то водоем есть, вы же все-таки родились на берегу Балтийского моря. Вам вода нужна? Я говорю, конечно, ну, конечно, там речка есть. А как называется речка? И вдруг я понимаю, что я ей сейчас скажу. Потому что название речки, простите, «Уй». Значит, нет, не ха-ха-ха, а две буквы. Значит, «Уй». И она тоже хохотнула. Я говорю, вы не хохочите, это две буквы. «Уй», понимаете? Я говорю, вы поняли, две буквы. Я ей говорю, она же, вы журналистка. Она говорит, конечно, две. Ну что, я же различаю две от трех. Я говорю, молодец. Дадите на подпись интервью, иначе я не разрешу, чтобы это интервью было напечатано. Она дала на подпись интервью, замечательно, все было чистенько. И обрадовался, не уследил за названием. Название статьи Задорнову захотелось на «Уй». Ну и что с ними делать после этого? Всерьез же не будешь отвечать на четвереньки становиться? Такой рассказ, который надо было бы читать артисту. Вот, конечно, если бы Хазанов продолжал выступать на эстраде, конечно, вот он бы мог это здорово прочитать. Но я прочитаю как могу, как автор. Господа редакторы, господа редакторы, я вас собрал срочно, как главный редактор. У нас популярность падает, вы понимаете? Вы посмотрите на заголовки наших статей. Что это такое? Не открытые Достоевские, дневники Гоголя, а это влияние музыки Моцарта на посев цветной капусты. Что это такое? Да, 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 нельзя забывать о классиках. Но писать надо о них по-современному. Посмотрите, какие сочные заголовки на те же темы. У наших коллег Достоевский антисемит, у Сталина Шостаковича был общий проктолог, у памятника Гоголю по ночам отрастают ногти. Вот, вот это современно, так надо с классиками. А у нас подвал под заголовком «Был ли Шекспир на самом деле?» Анастасия Николаевна, я знаю, вы филолог, шекспировед, да. Но вы же хотите стать современной? Да, мне рассказывали. Вы уже даже узнали, что бегущая строка рекламы по телевизору это не караоке, да. Современной надо быть не только дома, но и на работе. Современному читателю неинтересно был Шекспир или нет. Понимаете? Ему интересно, правда ли, что Ефима Шеврина во время проекта «Цирк со звездами» укусила обезьяна, да. После чего обезьяна сдохла. Вот что интересно сегодня читателю, а не вашей Шекспиры. Ему интересно нашему читателю, что было в портфеле у Баскова, который у того украли. Вот и начните статью Шекспири с портфеля Баскова. Напишите там, я не знаю, у Баскова в портфеле был Томик Шекспир. Да, понимаю, неправдоподобно. Ну, добавьте, помимо губной помады, пудры, колготок. И напишите еще что-нибудь такое впечатляющее. Мол, после того, как в прокуратуре Баскову сказали, что вернут все, что было в портфеле, Басков сказал, что у него там был джип Тойота Лэнд Крузер. Вашу статью прочитают, а Шекспири узнают, что был такой. И прекратите заморачиваться этой связью времен, падежей, фактов. Большинство молодых людей сегодня, вы поймите, воспитаны Голливудом и Домом-2. Азбуки, они обучались не по букварю, а на клавиатуре, понимаете? Половина из них уверена, что Петр Первый боролся с фашизмом, что Горбачев принял власть из рук Николая Второго, что на финском вокзале с броневика выступал Гагарин, перед тем, как полететь в космос, понимаете? И полетел прямо оттуда с броневика, причем на броневике полетел, понимаете? Из них большая часть считает, что на уходоносор работал ухо-горлонос. Что Максим Горький это пулемет. Антон Чехов, продюсер телепрограммы «Секс» с Анфисой Чехой. И не надо улыбаться. Если бы сегодня на стадионе было объявлено два концерта, кто бы, по-вашему, больше собрал зрителей, Лермонтов или Тимати? Извините за последнее грубое слово. Интеллигенты вы мои законченные. Да нас выгонят на улицу. Не я вас выгоню, нет. Надо мной кто? Акционеры. Они бизнесмены, понимаете? Наш главный акционер в последний раз в библиотеке не был никогда. Он думает, что Бойли и Мариотт это один человек, который построил гостиницу Мариотт. Он уверен, что Жанна Дарк выступала на разогреве у Джордана Бруно. Он мне недавно сам доказывал, что Моисей перевел евреев через Суэцкий канал. А еще пытался внушить, что у бегемотов широкие ступни, потому что они перепрыгивают с кувшинки на кувшин. Я понимаю, вы образованные люди все. Сочувствую. Надо справляться с этой бедой. У меня беда посерьезнее. У меня жена в библиотеке работает. Думаете, мне приятно слышать, когда у нее спрашивают прикольную комедию Грибоедова кронты от мозгов. А вчера один вообще спросил, мне этот, ну, трое в лодке, не стесняясь собаки. Да, я интеллигентный человек, но я реальный человек. Поймите, газета без попсы сегодня, как Боярский без шляпы. Вы слышали, кстати, недавно Боярский был вынужден прибегнуть к услугам пластических хирургов. Да, ему сделали подтяжку шляпы. Вот о чем надо писать. И также на первой странице дайте крупным шрифтом в нашем номере сенсации. Жанна Гузарова вошла в лифт и улетела на луну. Филипп Кирхоров храпит под фонограмму. Юрий Куклачев всегда выигрывает в казино, потому что его карты помечены кошками. И, наконец, продавцы обеспокоены. Наташа Королева скупает в магазинах бананы для своего мужа. Вот, вот, что сегодня надо читателю. Нас раскупят. Что, Павел Иванович, за такие статьи на нас в суд? Замечательно. Любой суд – это наш рейтинг. Наша популярность лучше, чем суд. Только если кто-то из тех, кому, о ком вы напишете, вам даст в морду. Вот это будет успех. Помните, Винокур избил фотокора. Теперь на этого фотокора в каждой тусовке с уважением пальцем показывают. Смотрите, какой способный его сам Винокур избил. Популярнее его только тот, которого Ермольник огрел гладильной доской. Но им обоим далеко до журналистки, которую послал Киркоров. Да, вот удивительно. Недалеко послал, а такая слава. Короче, давайте так. Учитывая, что лучше всего бьет в морду кто? Винокур. В следующем номере дайте на развороте. Владимир Винокур получил донорскую кожу на щеке с ягодиц Лещенко. От обоих в морду получите. И ваша морда станет брендом. Короче, за каждую набитую морду буду давать премии. Синяк 500 рублей, подбитый глаз 2000, выбитый зуб 100 долларов. Если кому-то посчастливится, останется инвалидом, сделаю начальником отдела. Так что пишите смело, ничего не стесняясь. На отечественных прилавках появилась первая отечественная кукла Барби Сергей Зверев унисекс. Отдел новостей, отдел новостей к вам относится. Что вы мне дали? Отдел новостей в последнем выпуске. Что это такое? Власти Екатеринбурга заботятся о бездомных тушканчиках. Обывателя надо пугать. Обыватель без страха, как Карлсон без варенья, как украинец без сала, как Фаберже без и. Пугать, пугать. И еще раз пугать. Москва провалится, Китай отравится, Америка дышит на Ладан, причем на Бен Ладан. О, пугать. В метро живая плесень, через уши просачивается в мозг пассажира. Вот. Фотографию дайте плесени. Где? Сфотографируйте ногти нашего маркетолога. Еще какую-нибудь статью. В Нахабино. Лифтер застрял в собственном лифте и умер в нем, дожидаясь лифта. Вот. И учтите новости. Новости не должны быть длинными. Мы молодежная газета. Идеально молодежная газета. Вообще без статей. Заголовки с картинками. Все. Как у наших коллег. От молодцы. А, любой заголовок хочется читать с выражением. В новосибирском совхозе курящая корова родила бычок. Потрясающе. Здорово, да? А, вампир первой группой крови укусил человека со второй группой крови. И отравился. Заманивает. А в Биберево найден мальчик, да и коты, запуганный бабаевским шоколадом. А это мухи-дрозофилы совратили дрозда. А на Ленинградском вокзале голуби-бомжи заклевали девочку с беляшом. Плакать хочется. Что не статья, то шедевр. В Норильске зимой стриптизерша примерзла языком к шесту. Вот. Вот как надо работать. А дел новостей. А у вас? Ну, стыдно. Двое убитых за неделю. Всего двое. И страшно сказать. Ни одного изнасилования. Вы в своем уме. Как вам не стыдно? Это что, импотенция страны? Вы почему лоботрясничаете? Сделайте к понедельнику мне минимум 50 изнасилований. Я знаю, что вас водили всего двое. Знаю. Но вы молодые крепкие ребята ночами поработать исправитесь. Дайте мне ужас. Скандал. Маньяк изнасиловал всех пассажиров скорого поезда вместе с машинистами-стрелочниками. Политическую новость дайте. Иранские физики добывают плутонь из российской колбасы. Новости отечественного кино о заглавке и на старуху нашлась порнуха. И скандал. Телевизионный скандал. Ученые расшифровали. Ну, типа такой. Ученые расшифровали название передачи Малахова. Плюс. Оказывается, плюс это подпись доктора Малахова. И еще какой-нибудь скандальчик с мистикой. Ой, мистику обыватель любит. Скандал. Мистик это супер. Ну, к примеру, из программы Дом-2 психанул и сбежал домовой. Вот. И добейте ситуацию. Ксения Собчак по ночам возвращается в табун. Что значит пошлость? В наше время пошлости не бывает. Понимаете? На фоне Камеди Клаба и Дома-2 это все фотографии матери Терезы на развороте Камасутры. Сегодня писать можно обо всем. Поймите. Порнография. Пожалуйста. А порнографии можно. А правительству нельзя. А порнографии можно. Почему правительство? Потому что еще страшнее порнографии. короче пишите лучше сразу о попсе, гламуре, скандалах, ужасах. Короче о Собчак. Вот так. Кстати вы слышали ее фотографии признаны целительными? Да. А если человек во время икоты посмотрит на фотографию с Собчаком он немеет. Да. И анекдот на последней странице должен быть анекдотец такой попошлее. Коротенький но попошлее. Ну что значит где взять? А то сами не знаете. В интернете я вчера прочитал Молдаванин после секса с женой отворачивается к стенке и штукатурит. Так. И в заключении. Друзья. Я понимаю почему вы на меня так смотрите с осуждением. Но учтите я закончил музыкальное училище но живу в реальном мире. Поэтому честно скажу следующий выпуск должен быть таким чтобы нам всем с вами противно было его взять в руки. Но мы же не собираемся его покупать. Правильно? Мы собираемся продавать. Правильно. Поэтому за работу Юлечка а вы когда выйдет в продажу выпуск знаете вы позвоните моим предупредите так аккуратно чтобы на глаза детишка моим он не попадался. У меня еще есть надежда что они вырастут приличными людьми. Ну в продолжении темы задор новости шоу-бизнеса в программе спокойной ночи малыши скандал Оксана Федорова отказывается называть Хрюшу Степашу и Филина потому что младше каждого из них минимум на 20 лет. 30-ти метровой скульптуры закончилась игра в куличики Зураба Церетели со своей внучкой. А Мария Шарапа объявила что будет отныне выступать только за сборную России. Американцы расстроены. Они не знали ведь что так стонать на корте можно только за Россию. Дана Борисова прикрепила почтовый ящик к компьютеру и теперь ждет электронных писем. А группа Любе заявила что пока Медведев не ступит в должность президента любимый президент группы Любе Путин. В Москве прямо на улице был ограблен известный художник Ника Сафронов. Нарисовав фоторобот преступника Сафронов продал его милиции за 5000 долларов. Россия продала Ираку серию ракет из новой коллекции Юдашкина. Земля-воздух весна 2008. Мировые риэлторы удивлены. Особняк Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе оказывается на 12 миллионов долларов дешевле замка Максима Галкина в деревне Грязь. Они не могут понять почему. Что тут не понять? Потому что особняк Брюса Уиллиса на 12 тысяч километров дальше от МКАД. В ответ на фильм 13 друзей Оушена в России снимается фильм 10 тысяч друзей Жириновского на сайте Одноклассники. Николай Басков был доставлен в больницу с резким приступом собственной важности. В его паспорте фотографии оказались на каждой странице. Причем с автографом. Ну а самым популярным в России шоу было признано шоу 1242 года «Немцы на льду». Ну это сложная фраза, да, я понимаю. Сейчас, кстати, новый проект готовится «Звезды-хирурги». Потом будут звезды-пластические хирурги, потом звезды на зоне. В общем, там долго еще будет продолжаться. Но знаете, что меня поражает? Вот что они все называют себя звездами. Вот эти выкидыши фабрик бесконечных. От горшка два вершка. Ты еще не звездушка, не звездячка, а он уже «Я звезда». Ему хочется быть вселенского масштаба, такой широкоформатности. Там, между прочим, есть образование побольше во Вселенной. Черная дыра, например. Говори, я черная дыра Вселенной. Вот если для дыры. Причем вообще интересно, я сегодня буду к этимологии слова обращаться довольно часто. Слово «звезда» в русском языке очень точно. Оно произошло... Ну, мы же не вдумываемся в смысл. А какое замечательное слово «свет» и «да», дающая свет. Вы много от нашей попсы света видите? Поэтому многие из них называются на английский манер «стар». Ну, это они имеют в виду, видимо, в душе. И некоторые говорят «суперстар». Это совсем скукожился уже духовный мир. А вообще, если обратиться опять к этимологии, слово «стар» английская звезда произошло от корня проязыка, на котором говорило все человечество нашего материка. Означало слово «тыр», «тар», «тор» означало дырка, «тыркнуть», «сделать дырку» до сих пор в русском языке. Так вот, предки англичан думали, что небосвод затянут черной тканью, и там дырки, и оттуда светит свет. Вот это и есть звезды. То есть, «суперстар» это «супердырка». Вот. Только Киркорову не говорите. Супердырища такая. На этой сцене мы выступали когда-то с Леонидом Филатовым, «Царство небесное», это мой друг юности. Знаете, и вот мы вообще классно провелись с Леонидом Филатовым, юность нашим. Я никогда не забуду, как мы зашли с ним, когда-то нам было лет, наверное, 20, никто просто нас не знал, никто не знал, кем мы будем. И было очень холодно, а мы всю бутылку водки на двоих выпили, а у нас было 20 копеек в кармане, хотелось погреться, идем и видим рядом выставка «Каракалпакская СССР» на улице. Значит, ну, в жизни бы не зашел туда никогда, но очень холодно было. Билет 10 копеек, у нас двое, 20 копеек в кармане. Ну, как раз погреться. Мы зашли, и мы первыми посетителями были за неделю этой выставки. Там вот эта «Каракалкачка», «Каракалпачка», которая обслуживает книгу предложений, она такая счастливая была. Вот какие молодые люди бывают, что зашли, вот интересуются поплавками, расписанными рыбаков «Каракалпаки», и... А мы долго смотрели на эти, ну, греться же, ну, и Леня мне говорит, давай отзыв напишем, я никогда... Простите, это хулиганство, я иногда сегодня буду допускать хулиганство, но после того, что Comedy Club несет по телевидению, это вполне возможно. И вот, мы взяли книгу отзывов, представляете, Задорнов, Филатов и Задорнов, если бы этот листок сегодня восстановили, за сколько бы его продали с аукциона? И Филатов пишет по диагонали листка охренительно. Только я смягчил это слово. С тремя восклицательными знаками, можете себе представить? Ой, и мы выскочили... Какие же мы были тупые, что мы подписались Задорнов, Филатов. Мы выскочили на улицу, чтобы нас в милицию не забрали. И побежали. Да, мы охренительно прожили нашу юность, и одна из игр прикольных, в то время не было слова прикол, но мы все равно прикалывались. Мы шутили над теми песнями, которые поет попсы, тоже в то время не говорили попса. Ну, на эстраде солисты поют. Ну, мы не могли слушать. У нас недостаток был. Мы слышали, о чем поют со сцены. Сегодня молодежь хороша, она вообще не слышит. У них нижняя чакра работает, и все. Они просто... И слава богу, что не слышат этого всего. И мы придумывали пародийные рифмы на... для... для текстов эстрадных, потому что в текстах всегда очень простые рифмы в эстрадных текстах для песен. Там ты, цветы, кровь, любовь, назад, взад. И мы придумывали такие рифмы. Ботинки, полуботинки там, допустим. Но мы даже в пародиях своих не могли предположить, что это будет воплощено в жизнь когда-нибудь. Я недавно слышал одного исполнителя, который спел песню, где рифмовались так слово со словом как. Я подошел к нему, говорю, надо усложнить рифму. В России всегда сложные рифмы любили поэты. Вприч, надо написать песню с рифмами так-так-так-так-так. Это вы засмеялись. Он даже не улыбнулся. По-моему, он принял это за совет просто за полезный. Я понял, что взывать к его чувству юмора было бесполезно, когда брали интервью у него по телевидению, он всерьез на вопрос, что вам не хватало раньше ради популярности, знаете, что ответил? Мне раньше не хватало толчка. Им всем толчка не хватает. Я пошел на концерты новопопулярного певца. Вот. И вы не поняли, кого. И он вообще парень добрый и порядочный. И когда на него окрысились журналисты, мне было, честно говоря, очень сочувственно по отношению к нему. И я думаю, они не имеют права, они злословят, они пишут гадости про других. Он очень добрый и светлый человек. Правда, я вам говорю. И поет он хорошо, просто он поет хрень. Ну, а что я могу сделать? Я слышу то, что они поют. И я думаю, ну, пойду на его концерт. Еще в центре сижу, уйти не могу. Боже мой, ужас какой. А когда я увидел, как он надет, я вообще перестал на сцену смотреть. Потому что... А у меня еще бинокль был, мне дали. Это... Я его перевернул, вот так вот смотрел. Потому что такое количество блестящего, я не знал, что человек на себя надеть может. У меня было ощущение, что он надел на себя все блестящее, что было в доме. Гайки, шурупы, водопроводные шланги, вот эти, душ со шлангом нацеплено, битое стекло какое-то. То есть, ну, как вам сказать, по сравнению с ним, цыганский барон, канализационный бомж просто. Я вспомнил случай, как я проходил в одном аэропорту азиатском, вот эту рамку безопасности за шейхом, который проходил эту рамку с гаремом. Вот это... Зачем я за ними встал? Их было немного жен, но они так долго это проходили, потому что оказалось, на них много платьев накручено. А почему? Да потому что шейх в любую минуту может сказать своей жене, любой, уходи от меня, ты мне больше не нужна, и она должна от него уйти. Только в том, что есть на ней. Поэтому все, что он ей подарил, золото на ней, просто это спрятано за внешним черным платьем. Вы представляете, я когда увидел Киркорова, вот это, он мне напомнил одну из жен шейха. Я опять не имел в виду ничего дурного. А тут я, я по радио часто, я когда езжу в машине, я говорю водителю, включите радио, дайте попсу послушать, мне же материал нужен какой-то для выступления. Я услышал песню, когда я сказал об этой песне Галкину, Галкин говорит, да я об этом уже давно говорил, а я-то впервые услышал, какого было мое удивление, когда от Гурченко я не буду целовать твоих холодных рук. Они что, падежей не знают? Они что, во втором классе не учились, экстерном сдали? Если не будешь целовать твоих холодных рук, не буду, то тогда и, и не надо лапзать горячих ноздрь, и обнимать уш запотелых. А как вам эта песня лирическая? Я улетаю в небеса и туда заберу твои глаза. Ну, это садист просто должен петь. И он еще поет, веря в то, что он ее глаза заберет с собой в космос. Лирическая песня. Мы с тобой паровоз, без трубы, без колес. Это признание в любви. Че вы ха ха? Это инвалидная коляска железнодорожная. И далее. Нам дорога без рельсов досталась. Это... Он в любви признается этой песне. Молодежь, это я вам, вам рассказываю. Это же вот у вас нижняя чакра под это трясется. Лирическая песня. Увидел белые банты, любовь накрыла и кранты. Тоже незамысловатая рифма. А вот это голливудская страшилка техасская резня бензопилой по сравнению с этой строчкой сказка Рыбаке Рыбке. Я не забуду твой поцелуй, который помнят челюсти. Видимо, вставные челюсти, они целовались, вынимая из стакана эти челюсти. А эта песня «Трудно быть мальчиком, если ты девочка». Вообще, да. Вообще, даже я, вот я даже спорить не хочу. Действительно, трудно, много заплатить надо за пластическую операцию. Мальчики становятся мужчинами под зычную команду старшины. О! А вот эту цитату я не знаю, как произнести, но я постараюсь так отчетливо это сказать. Извините, простите, но из песни слов не выкинешь. Я тебя и с раной люблю. Это даже я произношу смешно, а как это в песне звучит? Там паузу-то нельзя же сделать? Говорят, что в шоу-бизнес попадают через постель. По-моему, через раскладушку. Вы знаете, я причем через сломанную раскладушку. Ну, и напоследок сенсация шоу-бизнеса. Фонд общественного мнения выяснил, что оказывается большинство россиян интересуется, как же выглядит Николай В. Луев, 1 января. Если большинство россиян 1 января выглядит так, как В. Луев, Николай выглядит каждый день. Ну, а в целях повышения рейтинга теперь все телевизионные передачи будут юмористическими. Даже новости будут прерваться смехом за кадром. Глава МВД заявил, что наша милиция неподгубна. ха-ха-ха-ха-ха! Ой, не могу! Умираю, сосны! А на Украине по распоряжению правительства нового все русские телепрограммы переводят теперь на украинский язык. Программа Максимум теперь называется Яко огромна программа. Вы смеетесь, а вы знаете, что сказочку «Русалочка» запретили на телевидении показывать под этим названием? Потому что там священное слово «сало» соседствует со словом «Русь» оскорбительным. И русалочку переименовали «Укралочка» теперь называется. Продолжаем. Пусть, говорят, будет называться теперь на Украине «Хайбалакы». Криминальная Россия «Русь» Бандюковая. Ну и самая рейтинговая программа «Туды-сюды» с Анфисой Чеховой. Вообще к этому ко всему надо относиться с юмором. Многие так переживают, потому что такие события, говорят, на Украине, в Грузии, там в Польше. Друзья мои, только с юмором к этому ко всему. С Украиной опасно шутить. Опасно вот почему. Потому что, вот пошутишь, а потом эта шутка сбывается на Украине. Может, они расценивают это как программу действия, шутку. Но четыре года назад в московском комсомольце, давая журналисту интервью, я сказал фразу, которая очень гордилась, про Тимошенко. Четыре года назад. «Эта бледная с косой за Ющенко еще придет». «Сбылось? Ну что вы будете делать?» Недавно этот же журналист меня спросил, а что бы вы теперь сказали про Тимошенко? Я горжусь этой недавно сказанной фразой про Тимошенко. «Нашла, нашла коса на газопроводе». «Переживают». «А как наши переживают?» Мне так обидно, когда наши, особенно пожилые люди, переживают, говорят, «Ой, Грузия нам изменяет, предала нас». Ребят, не надо переживать. Отнеситесь, как я, к этому. В Грузии, кстати, чтобы вы знали, сборник тостов и Конституции одна и та же книга. В НАТО Грузия вступит. И что? Да я умру со смеху, когда Грузия в НАТО вступит. Да, я понимаю, в НАТО появится новое элитное боевое грузинское подразделение. Конечно. «Спецнос» будет называться. Польша в НАТО вступит. В Польше хотят поставить противоракетные комплексы. А? С чего они взяли, что наши ракеты полетят через Польшу? Есть много других прекрасных маршрутов. Я вообще как к этому отношусь? Ну, представляете? Еще раз повторяю. Ну, чего я буду переживать из-за того, что в НАТО вступит Украина, Польша, Грузия? Да если это все вступит в НАТО. НАТО – кирдык. Понимаете? Одной Украины достаточно, чтобы кирдык НАТО наступил. Тимошенко ограбит этот альянс, весь ограбит Украина. Я еще пять лет назад говорил. Главная фирма, которая торгует газом с Россией, на Украине, знаете, как называется? Укргаз. У них будет фирма теперь Укрната. Грузия в НАТО помидоры завезет, мандаринами завалит НАТО. А Польша обкрадет НАТО по самой неболуси. Вообще, вот чтобы вы знали, более воровской страны, чем Польша, я в жизни не встречал. Россия постоит за углом у Польши. У меня все... Ну, через Польшу ходили с запада на восток войска, с востока на запад. А Польша обкрадывала всех, кто ходил. У меня в 79-м году... Я никогда это не прощу полякам. В 79-м году в польской гостинице украли карандаш. Вы знаете, как мне было обидно? Карандаш, который я украл из предыдущей гостиницы. Ой, а еще... Ой, Эстония в НАТО! Ой, как страшно! Ой! Просто вот Эстония на нас нападет, я даже не знаю, что мы делать будем, вот честно. А я просто не знаю, мы успеем убежать или нет. В Эстонии... В Эстонии сейчас новый герб, да, разрабатывается. Двуглавая черепаха. Я понимаю, что трудно с чувством юмора относиться к тому, что происходит. Ветеранам особенно, когда снесли памятник освободителям, воинам, нашим предкам. Конечно, им было здорово обидно. Но зачем снесли эстонцы? Чтобы наши ветераны расстраивались, чтобы они умирали, чтобы у них были инфаркты. Я им говорю, ветеранов Прибалтики, не расстраивайтесь. Пожалуйста, не давайте им повода. Отнеситесь с юмором. Не делайте инфарктов, пожалуйста. Тогда вы им отомстите. А как? Я говорю, отнеситесь с юмором к этому. Но это ж так тяжело. Тяжело. Я опубликовал свое мнение в газетах русскоязычных в странах Балтии. Даже ветераны подходили ко мне, говорили спасибо, полегчало. А я написал следующее. Надо ответить адекватно. Они же перенесли памятник воинам, освободителям советским на кладбище. А у нас в Москве есть эстонское посольство. Вот. Надо его перенести на кладбище. А сотрудников посольства выдать родственникам. Переходим к их общему правительству. То есть, я имею в виду к правительству Грузии, Украины, Эстонии, Польши, к Америке. А я о них что, хочешь, могу говорить, меня все равно туда не пускают. А вы и обрадовались. Под секретом, говорю, в США разрабатывается страшнейшее оружие. Всех времен и народов. В далекой техасской глубинке тихо подрастает Джордж Буш III. Ой, ну вот, мне жалко, что Буш уходит, вы знаете. Без него как-то скучно будет. Мне жалко было, что Черномырдин ушел в свое время. Вот им бы объединиться, Черномырдин, Буш, выступать вместе. Это такой бы конферанс был вообще в мире. Недавно Буш, кстати, звонил Путину, огорченный, что его не перезберут, и спрашивал, как бы ему тоже премьером устроиться советом. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, я вам честно скажу. Но недавно я получил такие письма от наших людей. Я не хотел рассказывать об Америке, потому что, ну что у меня такая вот шиза только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма, которыми нельзя не делиться со зрителями, потому что это радость для зрителей. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. И с авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт. Замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть. А переднее стекло самолета, вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке, там, до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одно содержание. Стекла в дребезге у всех. Манекен в дребезге сидящий, вот это, в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну, все-таки редчайшие ребята. О, пассажиры, о, перцы, да? И они объявили себя главными на земле. Мои знакомые бизнесмены как-то очень с недовольством относились к тому, что я вот рассказываю про американцев. Они из Риги. Ну, они работают как бизнесмены в финансовых схемах с Америкой. Естественно, они будут за Америку. И вот они поехали отдыхать на остров Лангкави. Это в Андаманском море, в Индийском океане. Там были американцы. Американцев можно узнать во всем мире сразу по фигурам. У них такие расклешенные вниз фигуры такие. Потому что молятся на гамбургер с утра. И на пляже они разговаривали с этими американцами. Американцы их спрашивают. Бизнесменов, моих друзей. Не друзей, знакомых, хороших. Вы откуда? Те говорят с городским. Мы из Риги. Американцы. Файн. Знаете, как американцы? По Корнеге. Будешь улыбаться, прибыль будет больше. И файн. Отец спрашивает. Вы знаете, где Рига? Неу, 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 неу. Как? Это же столица Латвии. Говорят, Латвия. Файн. А вы знаете, где Латвия? Неу, неу, неу. Наши уже помрачнели. Но когда один из американцев сказал. По-моему, Латвия это провинция Португалии. Вот тут что-то зацепило моих знакомых. И один из них задал замечательный вопрос американцам. Такого вопрос американцам не позволял задать никто в мире. А вы откуда? Они даже не ожидали такой наглости просто. Как они из Америки? Они главные. Как я говорю, главнюки. Их можно узнать везде. Ну, конечно, подумали, что не про Америку спросили, а из какого штата. Они были из Техаса. А по-американски, именно по-американски, Техас так. Таксис, таксис, таксис. Таксис. А мой знакомец спрашивает, в такси работаете? Те говорят, это штат. Я говорю, штат где? Как где? В Америке. Простите, а Америка это что? От зависли ребята конкретно. И один из моих знакомых задал вопрос, за который я бы наградил его почетнейшей грамотой к первому апреля. Он спросил их, почему вы так хорошо говорите по-английски? Никто из америкосов не смог ответить на этот вопрос. Никто. Говорит, как, как? Мы, 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 мы. Мы from America. Ну и что? Почему же? Причем тот английский язык? В Италии итальянский, во Франции французский, в Америке должен быть американский. Американцы шли с пляжа и говорили про моих знакомых, ну русские тупые. Но все рекорды побил Буш. Боже мой, когда ему сказали, что кофе Аннен ждет вас в прихожей, он сказал, что кофе он не пьет. Ну жалко, если он уйдет. Ну он добрый, посмотрите на его лицо, так и ракеза напоминает. Не очень развитого, такой чингач губ большой змей. А на СНН работают наши теперь режиссерами несколько человек. Они прикалываются к американцам, опросы ведут на улицах. Они же моих концертов-то наслушались, молодежь же подросла. И она прикалывается, что американцы им отвечают на улицах. Что такое мечеть? Кто-то говорит, это животное известное. Значит, у одного спросили, в каком городе находится Берлинская стена. Он долго ворочал башни. Сказал, знаете, или в Лондоне, или в Париже, сказал Берлинская стена. Точно не помню, молодец, сказал. И добавил, где-то в Азии точно. А, вспомнил, в Израиле. Берлинская стена плача в Израиле находится, между прочим. Буш вообще назвал Мексику главным южным городом Америки. А, но когда Буш сказал, Канда Лиза Райс, такая же простая техасская девушка, как и я. Но однажды он сказал правду. Вы знаете, вот это мне понравилось. Он сказал, в детстве я мечтал стать космонавтом. Но потом узнал, что для этого надо много учиться и стал президентом. Умеет говорить правду пацан, когда не знает, о чем говорит. Переходим к нашим баранам. Нет в хорошем смысле этого слова. В Сокольниках памятник Бушу собираются ставить. Потому что в Сокольниках голубей больше. Знаете, а мне недавно рассказали, как Путин в одной кампании ответил. Молодец, все-таки он остроумный человек. Его спросили, кто может стать президентом России после Медведева. А он посоветовал посмотреть фильм «Возвращение резидента». Все-таки он произведение нашего народа. Вы знаете, вообще не отформатированный. И в заключении сказочка. Кто сидел на моем стуле, кто пил из моей чашки, кто... Господин Медведев, это бывший кабинет Путина. Я часто в своих вечерах рассказываю, что я думаю по поводу политиков. Да потому что я хочу, чтобы люди как бы... Ну вот, поняли мою точку зрения. От политиков далеко не все зависит. И то, что мы проголосуем за какого-то дядьку, это не значит, что он нас всех накормит. Я вообще считаю, что прежде всего надо логику собственную восстановить. Потому что вот с чем у нас точно непорядок, это с логикой. Ну, есть вообще такое мнение, что все, кто говорят на русском языке, у них развито более эмоциональное полушарие мозга в мире. А те, кто думают на западных языках, у них развито рациональное полушарие. Вот ученые проводили опыт, и действительно оказалось так. Вот знаете, многие считают, что чем больше мозг, тем умнее человек. Нет, чем гуще мозг, тем больше файлов. Кстати, в русском языке есть потрясающее выражение, ни в одном языке мира нет. У тебя что, разжижение мозгов? Смотрите, старинное выражение. Наши предки знали, что мозг может быть жидким, и тогда ты к дебилам. Вообще русские выражения потрясающие. У тебя что, дурак или уши холодные? Оказывается, действительно, мудрецы растирали уши, чтобы они горячими были. Это мозг заводит, и делает его более плотным. Так вот, я думаю, что нам надо все-таки развивать логику, рациональное мышление. Стою рядом с метродотелем. Вот пример вам. Метродотель, кафе Пушкин. Он говорит по телефону, я слышу, женский голос спрашивает у метродотеля, как к вам проехать? Метродотель, откуда вы поедете? Она, откуда-откуда, из дома. И она надеется, что кто-то ей поможет в этой жизни. Что ей бесполезно ходить на выборы, как и вот этой женщине в магазине. Хлеб свежий, подождите, сегодняшний, да. А свежее есть? А это как? Можешь сказать? Это здорово трешнее, что ли? Идет девушка за мной. Такая, знаете, современная девушка. Ну, как вам сказать? Она разговаривает по телефону. У нее наушник здесь. Ну, то есть, вот у нее здесь микрофон. То есть, это вот такая шиза. Она вот с небом разговаривает. С облаками. Она спрашивает у кого-то. Как тебе проехать? Какой у тебя номер дома? Я к тебе сейчас приеду. Ты не знаешь точно? Уже хорошо, да? Та не знает, где та живет. Где она живет. И это говорит гениальную фразу. Ну, скажи номер дома хоть примерно. А женщина в аптеке спрашивает. Средства от обезболивания у вас есть? А то обезболивание. Ой, в аптеке такое спрашивают. Средства от почек дайте мне. Бейсбольная бита лучше всего от почек помогает. При мне женщина говорит. Мой муж простудился, спину застудил. Встать с постели не может. Так надоел. И дальше дайте ему что-нибудь убойное. Ой, я за женщинами обожаю наблюдать. Потому что они носители нашей нелогики в нашей стране. Очередь небольшая. Очередь приемное отделение больницы. Подходит такая женщина. Знаете, чисто наша женщина. Не поймешь, от 40 до 90 лет ей непонятно сколько. Так помялась, помялась. Потом у крайнего спрашивает. Как такая фраза могла сконструироваться в ее голове? Она его спрашивает. Это очередь. Не наложиться. На кого чего наложиться? Звонок мне в квартиру. По телефону. Вы не знаете... Женский голос. Вы не знаете, случайно, куда я попала? Я знаю. Но случайно, конечно. А бабулька в деревне жалуется на кошек. Я их бью, 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 бью. Они все равно есть хотят. Ой, кассирша кассы аэрофлота, спрашиваю покупательницы. Вы каким классом хотите лететь? Бизнес или эконом? Да так что-то задумалась, говорит. А каким быстрее? С другой стороны, вот я так посмеиваюсь, да, над женщинами. А с другой стороны, знаете, они выполняют святую... Женщины не должны быть логичными. Они должны быть эмоциональными, чувственными, заботиться о доме. То есть наши женщины, я думаю, правильнее живут всех остальных женщин на земле. Пироги только наши пекут. Только наша женщина, вот если у нее заглох двигатель в машине, может остановиться, поднять капот, долго-долго смотреть под него и думать, что нам приготовить мужу на ужин в данный момент. Они носители женской энергии правильной, наши женщины. Почему-то, потому что нелогичные, слава богу. Только наша женщина на вопрос, чай будешь с сахаром или без, отвечает, да. И я так долго смотрю, вот так вот на нее, она говорит, и что, я непонятно сказал? Я говорю, да. Только наша женщина на вопрос, владеете ли вы английским, в анкете пишет, свободно читаю, но не перевожу. Только наша женщина, купив мясорубку, мясорубку, просит объяснить мужа, как мясорубка работает на пальцах. Это мне муж один рассказывал и пальцы показывал, на которых он объяснял, как работает мясорубка. А еще подросло поколение, молодое, вот там есть такие девушки в этом поколении, они как мультяшки, вот, они вообще не знают ничего ни о чем. Вот, мозг чистый-чистый. Девственный, им ни разу не пользовались этим мозгом. Я вообще не знаю, как они живут. Но они очень искренние, добрые. В суде вот такую мультяшку спрашивает адвокат. Назовите дату вашего рождения. Она, 18 июля. А год, она говорит, каждый год. Вообще, это компьютерное поколение, она еще фору даст нашему поколению с точки зрения вот этой чувства и нелогики. Лифт. Вот компьютерное поколение я сразу узнаю. Даже мужиков узнаю. Вот эти молодые, они сильно выросшие. Я их на улице сразу видно. Они бледные-бледные. И очень выросшие, как огурцы белорусские. Вот эти, видимо, идет радиация от компьютера. У них одно плечо ниже, это остаточная деформация. Они передвигаются еле-еле, потому что ноги дистрофика. У нее мышц нет, они не знают, что спорт бывает на земле. И поэтому у них не мышцы, а кожа, как белье с веревок. Вот так вот свистает. Вот. Глаза умные и умные. Вот это компьютерный гений идет. Вот это и рука вот. Подмышку. Вот это вот остаточная деформация. Вот это компьютерный гений. Вот такой при мне зашел в лифт. Ему надо было на 11 этаж. На зал. Нажал два раза на кнопку 1 и ищет Enter. А это мультяшка. Такая совдеповская тетка, продавщица. В магазине. Такая цитата из СССР. Спрашивает. Мультяшки вот этой. Рубль посмотрите. Так говорит. Конечно, показывайте. В бувном. Представляете, что было с продавцом, когда женщина, покупательница у нее спросила, у вас кроссовки на седьмой класс есть? И тот пытается ответить. Ищет ответ. Они, продавцы же, на программе стоят. Он тут листает папки, а ответа нет. Он решил задать вопрос. Зря он это сделал. Наводящий. Он спросил, а поточнее можно? Готово? Она говорит, на седьмой Б. Но все рекорды побила жительница Днепропетровска. Она провожала при мне в аэропорт мужа, в аэропорт, на самолет. И сказала ему на прощание. Ну, прощай, дорогой. Пусть земля тебе будет пухом. Но над женщинами нехорошо. Одними шутить нужно. Нужно как-то восстановить гармонию, равновесие. Мужики у нас тоже не подарок. Тоже со своей энергией, особой, чувственной. Потому что земля, язык дают энергию. Направление не дает только наша страна. Поэтому то, что происходит у нас, нигде в мире с мужиками произойти не может. Пример тому. Три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Смотрят. А внизу канализационный люк. А дома, дома была гиря. 16 килограмм. Давай сбросим, посмотрим. Пробьет люк или, 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 или нет. Какая тебе разница? Какая тебе разница? Какая тебе разница, пробьет люк или нет? Третий этаж общежития. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее обратно на третий этаж. Эксперимент ведь не завершен. Бросили во второй раз, не попали. В третий раз, не попали. Бросили, бросили. Вот эту бы энергию. Да на пользу Родине. Тянут гирю на третий этаж во второй раз, в третий раз. Тянут, тянут, тянут. Ведь так хочется знать, пробьет она люк или, 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 какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет. Какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет. Когда они в третий раз проносили гирю мимо вахтерши. В третий раз. Тянут, говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же в голову не могло прийти, что это одна и та же гиря. Но эксперимент ведь не завершен. Пошли в красный уголок. Там был канат. Привязали гирю канатом к отоплению и бросили. Но канат оказался коротковат. Да, отопление-то выдержало. А вот гиря, гиря, 16 килограммов, качнулась где-то в районе первого этажа. Исчезла в каком-то окошке. Исчезла гиря, 16 килограммов. Какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет? Какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет? Ой, они вычислили комнату, надо ж гирю идти выручать. Да. Заходят, а там... Сидят три бледных-бледных пацана. И в долгий затяг курят. В затяг, пацаны бледные. Эти их спрашивают, я не могу говорить. Пацаны! У вас тут гиря не пролетала? А бледные им за... и каясь. Говорят, посмотрите в холодильнике. Смотрят и впрямь на верхней полке в холодильнике гиря. Шестнадцать килограмм. Один из пацанов вообще не разговаривает. Только головой подергивает, как будто у него трясогуска. Спрашивают, что с тобой? Да, эй, я пятнадцать минут назад свою кровать с холодильником местами поменял. Ну, извини, говорят, мужик, но гирю мы заберем. Потому что нам необходимо знать, пробьет она люк или, или, или нет. Вот скажи, кому кроме нашего человека такое в голову? Какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет? Какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет? Ой, вот эту бы энергию да на пользу Родине. Все! Субтитры сделал DimaTorzok